Неурожайно может стать этот год для казахстанских аграриев. По прогнозам экспертов, в нескольких регионах ожидается засуха. Кроме того, из-за малоснежной зимы в почве уже недостаточно влаги, что тоже увеличивает риски. Однако будущих фермеров могут застраховать. Напомним, в Казахстане добровольная система страхования в агропромышленном комплексе заработала с прошлого года. Тогда программой воспользовались 56 сельхозтоваропроизводителей. Это те, кто повоялся засухи. Столько же аграриев застраховали свои земли с начала 2021 года. Общая сумма начисления страховых премий превысила 250 миллионов тенге. В этом году срок приема заявок на страхование продлили. Но пока большинство аграриев не спешат воспользоваться возможностью, говорят финансовые организации. Между тем, по прогнозам специалистов, в некоторых регионах страны есть риски неурожая. Благодаря программе страхования казахстанские фермеры в прошлом году получили выплаты на общую сумму 535 миллионов тенге. В текущем же на субсидирование агрострахование из госбюджета выделили свыше трех миллиардов тенге. Этот продукт он максимально такой прозрачный, без человеческого фактора. Здесь отказов не бывает 100% случаев, потому что система полностью автоматизированная. Контакт страхователя со страховщиком отсутствует полностью. То есть онлайн заключается договор. Онлайн с помощью дистанционных источников зондирования земли мониторится состояние влаги. Каждый день сельхознавропроизводитель получает данные. И если фиксируется определенный триггер, который установлен, ниже влага упала, то приходит сразу уведомление, и страховщик видит, и страхователь видит эту информацию, и идут расчеты. Во Франции завершилась серия мероприятий по укреплению экономического сотрудничества с Казахстаном. Впервые за долгое время казахстанская делегация смогла приехать в Париж и провести ряд встреч, которые завершились конкретными инвестиционными проектами. Минусы пандемии в Казахстанско-французском деловом сотрудничестве превратились в плюсы. Закрытые границы увели максимум общения в онлайн, но регулярные вебинары позволили продолжить имеющиеся проекты и начать новые. На долгожданную офлайн-встречу в Ассоциации французских предпринимателей из-за санитарных мер было допущено ограниченное число участников. Желающих было гораздо больше. Франция входит в число главных инвесторов в казахстанскую экономику. В среднем около миллиарда долларов ежегодно. Промышленные гиганты вроде Альстом и Таталь намерены дальше развивать свои проекты вслед за корпорациями. Интерес к инвестициям в Казахстане проявляют и небольшие компании. Французское предприятие в казахстанской экономике будет нарастать и дальше. Приезд казахстанской делегации стал важным этапом усиления сотрудничества двух стран. Во время ответного визита планируется подписание дорожной карты партнерства на ближайшие годы. Этот документ должен определить точки роста экономической кооперации Франции и Казахстана. Очень хорошая встреча получилась. Она показала, насколько госорганы в Казахстане прислушиваются к нашим предприятиям. Был прекрасный диалог между компаниями и вице-министрами иностранных дел и индустрией. Желание вклада в экономику Казахстана есть. И вот сейчас мы как раз таки сверили часы, нашли ряд новых компаний. Наши большие партнеры ассоциации крупных французских компаний Медев. Два дня они поддержали и уже через 10 дней состоится ответный визит к французской делегации. В составе 30 компаний Франции летят в Казахстан, посетят в Нур-Султан и Атрау по новым проектам. В Мексике начали выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Об этом на встречу в Москве договорились министры иностранных дел двух стран. Выпускать вакцины будет мексиканская лаборатория «Бирмекс». В ней займутся разливом и упаковкой вакцин. Все необходимые материалы предоставит Москва. Производство планируют начать в мае. «Спутник Ви» поставляют в Мексику с февраля. По словам министра иностранных дел страны, этой вакцины привились почти миллион мексиканцев. Ранее Мексика подписала соглашение на закупку 24 миллионов доз «Спутника Ви». Сейчас власти планируют наладить масштабный разлив и упаковку российской вакцины. Они заявляют, что смогут выпускать до 90 миллионов доз в год. Также идут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве в Мексике вакцины «Спутник Лайт». Выпускать препараты «Спутник Ви» будут и в Турции. Об этом на днях договорились России турецкая фармацевтическая компания. Производство начнется в ближайшие месяцы. Также Турция закупит 50 миллионов доз российской вакцины. Первая поставка запланирована на конец мая. «Несмотря на тяжелые условия для дипломатии в связи с пандемией, наш политический диалог не прекращался. В январе состоялся хороший телефонный разговор президента. В феврале мы с вами переговорили. А сейчас имеем возможность полноценно провести переговоры». Мексиканская государственная компания «Бермекс», основанная десятилетия назад для производства и распространения вакцин, уже работает с Российским фондом прямых инвестиций по вопросу розлива и упаковки в Мексике. Украинский «Нафтогаз» рассчитывает на активизацию борьбы с запуском газопровода «Северный поток-2» после смены власти в Германии. Об этом заявил новый исполнительный директор компании. Он отметил, что рассчитывает на поддержку США в этом вопросе. «Газопровод «Северный поток-2» должен позволить России поставлять топливо в Европу в обход Украины. На фоне санкций США и критики в европейских странах запуск газопровода неоднократно откладывался. По последним данным подрядчика, проект должен быть реализован до конца этого года». «Мы будем оказывать максимальное давление на «Газпром» со стороны «Нафтогаза», используя наши правовые возможности». Посольство США в Москве с 12 мая прекратит выдачу россиянам виз не связанных с миграцией и дипломатическими поездками. Об этом сообщается на сайте представительства. Это объяснили введенными России ограничения на найм иностранных сотрудников, россиян и граждан третьих стран, из-за чего численность штатных работников посольства сократилась на 75%. 15 апреля президент США подписал указ о новых антироссийских санкциях. Среди прочих мер из Вашингтона были высланы 10 российских дипломатов. На следующий день об ответных шагах объявил российский МИД, а позже стало известно, что в Москве готовят список недружественных стран. В него по разным данным могут попасть США, Чехия, Польша, страны Балтии. Представительством таких государств запретят нанимать на работу россиян. Крематории в Индии работают круглосуточно. Ежедневно умирают более чем 3000 индийцев. Число новых случаев вторые сутки подряд превышает 400 тысяч. Заболевшим не найти свободных койк, не хватает лекарств, хотя Индия один из крупнейших в мире производителей медикаментов. Самая тяжелая проблема – нехватка кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. Образовался огромный черный рынок, где баллоны с кислородом продаются в 10-20 раз дороже. Помощь Индии отправляются из США и Европы. Это кислород, аппараты ЭВЛ, а также исходные материалы для производства вакцин. По словам экспертов, неконтролируемая вспышка в такой густонаселенной стране, как Индия, несет огромную опасность для всего мира. Ситуация усложняется и сообщениями о новой мутации коронавируса, который может оказаться нечувствительным к существующим вакцинам. В Хайдарабад прибыла первая партия российской вакцины «Спутник Ви». Прививки должны начаться в течение 10 дней после получения второй партии проверки качества. При этом рассматриваются и варианты производства российского препарата на месте. «Спутник Ви» стал третьей вакциной, разрешенной к применению в Индии после «Астрозенеки» и «Каваксина» индийского производства. 1 мая в стране формально началась массовая вакцинация самых широких слоев населения. Однако власти многих штатов сообщают об острой нехватке доз. «Индия очень помогла нам в прошлом году, когда все французские больницы так нуждались в медикаментах. Народ Франции об этом помнит. Мы хотим доказать свою солидарность с Индией в тот период, когда эта страна переживает те же трудности». В японской префектуре Судзиока по меньшей мере три человека пострадали из-за ураганного ветра. Стихия разрушила и повредила больше сотни зданий, перевернула машины, лишила электроэнергии 600 домов в городе Токенахара. Местные жители убирают обломки и осколки с улицы Крыши. Размер материального ущерба еще предстоит оценить. При этом разрушения в городе сконцентрированы вдоль одной прямой линии. По данным местной метеостанции, накануне в Судзиоке подошел холодный фронт, из-за которого начались шквальные порывы ветра. Нью-Йорк вернется к нормальной жизни летом. Мэр Бил де Блазио пообещал 1 июля снять карантинные меры, которые действовали больше года. По словам мэра, важную роль для отмены ограничений сыграла масштабная вакцинация. В городе проживает 8 миллионов человек и сделано 6 миллионов 300 тысяч прививок от COVID-19. Это означает, что 36% взрослого населения полностью вакцинированы, а более половины получили как минимум одну дозу препарата. Мэр сказал, что с 1 июля откроются рестораны, театры и магазины. И тогда возможно возобновится туризм. Год назад Нью-Йорк был эпицентром эпидемии в США. Больницы были переполнены, а тела умерших приходилось хранить в рефрижераторных грузовиках. А сейчас здесь ежедневно вакцинируются тысячи нью-йоркцев. Планы нью-йоркского мэра еще должен одобрить губернатор штата. Если карантинные ограничения все же снимут, то это произойдет за три дня до важного для американцев дня – Дня независимости США, который празднует 4 июля. Субтитры создавал DimaTorzok